Шашлычок в лесу может сильно ударить по карману. В Татарстане особый противопожарный режим штрафа за нарушения с пятью нулями. В Татарстане рост спроса на нежилую недвижимость, для чего ее берут и на какие деньги, и технику, и электронику. Чаще покупают женщины. Самые популярные покупки смартфоны и техника для кухни. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok Это сложное. Из-за сухой и жаркой весны у нас уже было 590 пожаров. Это данные МЧС республики. Горела сухая трава, мусор. Были случаи, когда огонь переходил на дома. Люди оставались без жилья. Половина всех пожаров произошло в шести районах республики. К ним особое внимание. Поэтому сейчас режим очень строгий. До 10 мая полный запрет на разведение костров. В это время на территории города нельзя сжигать сухую траву и мусор. Запрет на приготовление пищи на открытом воздухе распространяется не только на открытие костера, но и на мангалы. Лесопарков в зонах, территориях, прилегающих к лесу, нельзя пользоваться пиротехникой. Нельзя сжечь костры на торфяных почвах, прожженных мангалах. При скорости ветра более 5 метров в секунду. Штрафы за несоблюдение этого режима сейчас вдвое выше, чем в обычное время. Граждане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные лица от 30 до 60 тысяч. Юридические лица от 400 до 800 тысяч рублей. В начале весны ситуация в некоторых отраслях российской экономики улучшилась, отмечают экономисты Банка России. И связывают это с тем, что в стране стали активно строить объекты инфраструктуры. Транспортной, логистической и складской. Стартовали новые проекты и в Татарстане у нас началось строительство крупного логистического комплекса. Он будет включать в себя контейнерный железнодорожный терминал и складские площади. Ожидается, что республиканские компании будут использовать их для отправки нефтехимической продукции в Китай. В начале весны в Татарстане увеличился спрос на недвижимость. Это отмечают эксперты Росреестра. Они занимаются регистрацией прав и видят, что спрос на жилые помещения по итогам марта прибавил 10%, на жилые дома почти 12%, земельные участки плюс 5 с лишним процентов. Но чаще всего этой весной в Татарстане покупали нежилые помещения. Тот рос сразу на 16,5%. Причем покупали все это люди чаще в кредит. Ипотек брали на четверть больше, чем зимой. Если сравнивать с показателями прошлого года, то мы видим, что регистрация ипотек на жилые помещения сохранилась примерно на одном и том же уровне. В марте прошлого и этого года нашим ведомством было зарегистрировано порядка 5000 ипотек. Что же касается привлечения кредитных средств при покупке нежилых помещений, которые, как правило, используются под коммерцию, то количество таких ипотек в марте 2023 года стало больше на 60%. Весна, как обычно, время перемены на рынке недвижимости из года в год в этот период тоже наступает оживление. Сегодня стало больше предложений во всех сегментах. Привлекательные ипотечные ставки и программы господдержки оказывают положительное влияние на повышение спроса. Расхожее мнение, что технику и электронику чаще покупают мужчины, неправда, заявляют аналитики чек-индекса и готовы доказать это цифрами. Они изучили чеки больше, чем с миллиона онлайн-касс и увидели, что среди покупателей телефонов, утюгов, телевизоров женщин больше, их 53%, а мужчин 47%. Покупатели – это чаще молодые люди до 45 лет, жители мегаполисов с доходом средним или выше среднего. Так вот, когда они покупали что-то из техники, это весной средний, чек был 10 322 рубля. Две трети покупателей старались брать товары со скидкой по акции. А самые популярные покупки в этом году – это телефоны, аксессуары к ним, мелкая техника для готовки на кухне, пылесосы, утюги, аудио- и видеотехника. Многие покупали такой прозапас на случай дефицита. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами и до встречи.